Русский исторический канал 365 дней ТВ представляет программу «Летопись веков». Сегодня 14 августа. В этот день во всемирной истории. В 1415 году португальцы под командованием принца Энрике Мореплавателя одержали победу над марокканскими войсками в битве у Сеуты. В 1714 родился французский художник Клод Джозеф Верне. В 1867 родился английский писатель Джон Голсорси. В 1880 было завершено строительство Кёльнского собора. В 1893 во Франции были выданы первые в мире водительские права. В 1900 объединенные войска восьми держав вошли в Пекин для подавления восстания и хэтуани. В 1903 родилась режиссер, театральный деятель, народная артистка СССР Наталья Сац. 14 августа 1867 года родился английский писатель Джон Голсорси. Автор знаменитого цикла «Сага о форсайтах» появился на свет в городке Кингстон-Апон-Хилл в графстве Суррой в зажиточной семье. Учился в привилегированной школе Харроу, затем в Оксфордском университете, который окончил со степенью бакалавра юриспруденции. Следующие несколько лет Голсорси провел в путешествии, занимался адвокатской практикой. В 28 лет занялся литературной деятельностью. Свою первую книгу «Под четырьмя ветрами» он опубликовал в 1897 году. Романы «Джослин» и «Вилла Рубейн» издал под псевдонимом «Джон Синджон». В 1905 году Голсорси женился на Аде Пирсон, бывшей жене двоюродного брата. В течение предыдущих десяти лет Голсорси тайно встречался со своей будущей женой. Возможность жить вместе, не скрываясь, вдохновила Голсорси на роман «Собственник», который был закончен в 1906 году. В нем первый неудачный брак Ады показан на примере отношений Сомса и Ирэн Форсайт. Этот роман, принесший автору репутацию серьезного писателя, стал самым известным из его произведений. Собственник явился первым томом цикла «Сага о Форсайтах». Летопись жизни трех поколений семейства Форсайтов, добившихся заметного положения в социальной иерархии, одновременно являются панорамой английского общества рубежа 19-20 столетия. История Форсайтов была продолжена в трилогии «Современная комедия». В цикле о Форсайтах Голсорси показывает, как передающиеся из поколения в поколение родовые черты, забота о приумножении собственности, практицизм, неуклонное соблюдение семейных устоев вступают в противоречие со стремлением к подлинному счастью, красоте и искренности. Между 1906 и 1917 годами Голсорси написал и поставил большинство своих пьес. Как и в романах, в его пьесах обличались самые острые проблемы общества. Неукоснительно соблюдая правила писать каждое утро, Голсорси создал 20 романов, 27 пьес, 3 сборника стихотворений, более полутора сотен новелл, 5 сборников эссе, по меньшей мере 700 писем и множество очерков и заметок различного содержания. В 1929 году Голсорси был награжден Британским Орденом за заслуги, а в 1932 году ему была присуждена Нобелевская премия по литературе за высокое искусство повествования, вершиной которого является Сага о Форсайде. 14 августа 1880 года было завершено строительство Кёльнского собора. В 13-м столетии перед горожанами Кёльна, одного из самых богатых и могущественных городов Германии, встала задача сооружения нового городского кафедрального собора. Кёльн переживал в ту пору свой расцвет, и по замыслу отцов города масштабы нового собора должны были затмить все остальные храмы. Еще в 1164 году кёльнский архиепископ получил в дар от императора Фридриха Барбароса останки трех волхвов или трех царей – Каспара, Мельхиора и Бальтазара, пришедших к младенцу Христу на свет Вифлеемской звезды. Ранние мощи хранились в одном из миланских монастырей, куда их привезли крестоносцы. Благодаря обретению этих реликвий Кёльн становился важным религиозным центром. Его высокий ранг требовал воплощения в здании нового монументального собора. 15 августа 1248 года архиепископ Кёльна Конрад фон Хохштаден заложил первый камень в основании нового собора. Тем самым он дал начало самому затянувшемуся европейскому долгострою. К 1265 году стены собора были доведены до высоты сводов, а в начале XIV века оконные пролеты высокого хора были украшены 17-метровыми витражами. Они являются одним из крупнейших дошедших до наших дней витражных циклов Средневековья. Мощи трех волхвов были торжественно перенесены в собор в 1322 году. Постепенно темпы строительства значительно снизились, а в середине XVI столетия и вовсе возведение собора было заморожено. Более 300 лет силуэт незавершенного собора определял силуэт города. В 1814 году была обнаружена половина четырехметрового плана фасада собора, созданная средневековым архитектором Арнольдом. Вторая половина плана была обнаружена через два года в Париже. Это, а также повышение общего интереса к собору в рамках господствовавшего в то время романтизма и интереса к Средневековью дали толчок к возобновлению строительных работ. 4 сентября 1842 года в Южную башню был вмурован камень, символизирующий начало нового этапа строительства. Внутри были оборудованы временные деревянные перекрытия, а к 1863 году работы внутри собора были завершены. В 1880 году состоялось торжественное освещение здания, которое до 1884 года считалось самым высоким в мире. Возраст начал сказываться на соборе уже к началу 20 века. В 1904 году началась борьба за спасение песчаника, из которого был возведен собор. К 1939 году была заменена вся система контрфорсов в хоре. Во время Второй мировой войны город Кёльн был разрушен почти до основания, но собор уцелел благодаря негласной договоренности английских и американских летчиков, которые использовали его шпиле в качестве ориентира. 14 августа 1900 года объединенные войска восьми держав вошли в Пекин для подавления восстания и хатуаний. В конце 19 века китайская империя Цин переживала глубокий кризис. Поражение в войне с Японией и серии неравноправных договоров с европейскими державами и США привели к началу фактического раздела Китая на сферы влияния. Все новые и новые территории под видом длительной аренды переходили под иностранный контроль. Эти события породили в китайском обществе сознание национальной катастрофы. Стали возникать многочисленные аналитические ассоциации, организованные реформистски настроенными интеллигентами. Император Гуан-Сюй попытался привлечь к управлению сторонников реформ, но уже через три месяца в результате переворота был отстранен от реальной власти своей теткой, вдовствующей императрицей Ци-Си. Крах так называемых «ста дней реформ» убедил многих, что каких-либо фундаментальных изменений можно достичь лишь насильственным путем. Вслед за государственным переворотом 1898 года резкое недовольство иностранным засилием выразилось «восстание», которое организовали члены тайного общества Ихэтуань, в переводе «кулак, поднятый во имя справедливости и согласия». Поскольку в название общества входил иероглиф «тюань» – «кулак», на Западе восставших называли «боксеры». Центром движения стала провинция Шаньдун на северо-востоке Китая, которая пережила тяжелые стихийные бедствия и являлась одним из главных объектов западной экспансии, а также столичная провинция Джили. Восставшие убивали иностранцев и китайцев, принявших христианство, разрушали железные дороги и телеграфные линии, уничтожали промышленное оборудование, громили магазины и банки. Войска, правящие династией Цин, не смогли дать отпор повстанцам. Отчасти это было вызвано непоследовательными и противоречивыми распоряжениями правительства, среди членов которого были сторонники идеи использования ихэтуаней для изгнания иностранцев из Китая. Власти вступили в переговоры с лидерами восставших. В середине июня 1900 года ихэтуани при поддержке правительственных войск вошли в Пекин и начали осаду посольского квартала, во время которой был убит немецкий посол. Дезориентированная приспешниками, утверждавшими, что иностранцы замышляют удалить ее с трона в пользу императора Гуансюя, ЦСИ объявила войну иностранным державам, участникам интервенции в Китай. 54-тысячный объединенный корпус восьми держав, Японии, России, Великобритании, Франции, США, Германии, Италии и Австро-Венгрии, в начале августа начал наступление на Пекин, преодолевая сопротивление плохо вооруженных правительственных войск и ихэтуаний. 14 августа союзные войска вошли в Пекин и сняли осаду с посольского квартала. Цинское правительство бежало в Западный Китай. В последующие месяцы части экспедиционного корпуса предпринимали карательные рейды против повстанцев. Выступления, начавшиеся в Центральном и Южном Китае, были подавлены местными властями. В Маньчжурии действовали российские войска. В 1901 году восстание было в основном разгромлено. Китайское правительство подписало с государствами, направившими в Китай экспедиционные силы, так называемый «заключительный протокол», который еще сильнее ограничил суверенитет Китая. 14 августа 1903 года родилась режиссер, театральный деятель, народная артистка СССР Наталья Сац. Она появилась на свет в музыкальной семье. Отец Илья Сац был композитором, мать – Анна Счастная оперной певицей. Оба были людьми очень незаурядными и фантастически преданными искусству, музыке и театру. Находясь в творческой атмосфере с самого детства, Наталья не могла не любить музыку. В 1917 году она окончила музыкальный техникум имени Александра Скрябина по классу фортепьяно. В память об отце она мечтала создать хотя бы маленький детский театр, обязательно музыкальный, с оркестром из музыкальных игрушек, пищалок и звистулек, которые Илья Александрович очень любил. Неожиданно эта идея нашла поддержку у чиновников и в Москве. Весной 1918 года при театрально-музыкальной секции «Наркомпроса» был организован детский отдел, заведующие которого назначили 15-летнюю Наталью Сац. Она с увлечением взялась за эту работу, подбирала пьесы и музыкальный репертуар для маленьких зрителей. В 1921 году Сац организовала Московский театр для детей, стала его художественным руководителем и директором. Первым спектаклем театра стала «Жемчужина Адальмины» по сказке Захариаса Тапелиуса. Пьесу выбрала и тщательно отредактировала для детской постановки сама Наталья Ильинична. Вскоре она как режиссер становится все более известной и популярной в Москве. В 30-е годы Сац приглашали ставить спектакли за рубежом. Большой успех имели ее постановки опер «Фальстафф» «Верди» в берлинском Крольтеатре и «Свадьба Фигара» Моцарта в аргентинском оперном театре «Колом». Позже она окончила театроведческий факультет ГИТИСа. С 1958 года руководила Всероссийским гастрольным театром, а затем детским отделением Мосэстрады. В 1964 году Сац организовала и возглавила первый в мире детский музыкальный театр. В репертуаре были произведения для детей и юношества. Оперы «Морозка», «Волк и семеро козлят», «Три толстяка», «Красная шапочка», «Город мастеров», музыкальная комедия «Белоснежка», «Балет», «Негретенок и обезьяна». На сцене театра исполнялись и симфонические сказки «Петя и Волк», «Айболит и его друзья», а также симфоническая сюита «Синяя птица». Наталья Ильинична неизменно заражала окружающих неутомимой энергией и жизнерадостностью. Она вся жила своим детищем, театром, музыкой и искусством. Летопись веков – это история России и зарубежных стран. Смотрите каждый день на телеканале 365 дней ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok